Всем привет, с вами Револьвер! И вы смотрите вторую часть, посвященную ранним пулам. В этой части мы поговорим о ЗВЗ. О ранних пулах в ЗВЗ. Как вы помните, если в ПВЗ мы разбирали пользу от раннего пула, то в ЗВЗ ранний пул это зло. Это зло, это алын, это мерзкий чиз, после которого вариантов выйти в макро крайне мало. Поэтому мы будем учиться не играть ранний пул, а отбивать ранний пул. И здесь у нас идет урок защиты, самообороны, скажем так. Поехали. Первая игра для разбора против Аса Акиры на Ахане. То есть ранний пул, как сказать, не то чтобы это зло, да, это работает, да, это может вам помочь выиграть в какой-то ситуации, но это полный алын, это не бустит скилл, и после этого очень мало какой-то жизни, да, может возникнуть. Итак, для, собственно, этого обучающего видео я выбрал три игры. Три игры с абсолютно ранними сюжетами, именно по раннему развитию. Так, первый противник играет... Самый ранний возможный пул, это шестой. Шестой пул. То есть самые ранние собаки. Чуть поздновато на секунду он сдержал пул, но... Это не меняет. Шестой пул, самые ранние собаки, семь рабов. И го-го-го. Все игры я играю здесь через быструю хату. Опять же, важный момент. Многие новички, зерги, да, вот по своему опыту тренерства, могу об этом сказать, боятся играть в хату, потому что, блин, ранний пул, меня зачизят, все плохо, я проиграю, страшно. Я лучше сыграю в газ пул или в пул ручеварен 20 рачей, а потом хату. Это будет сейв. Это неправильно. Почему? Два момента. Первый. Если с вами играют ранний пул, и вы умеете отбиваться от раннего пула, все, это фри вин. То есть в такой ситуации, если вы играете в пул хату, отбиваете, точнее, в хата пул, и отбиваете ранний пул, это фри вин за 3 минуты, если вы умеете играть. То есть вы не проигрываете, а вы выигрываете быстрые игры. То есть при игре в пул, хату, да, вас подхарасит, но вы не умрете, да, игра затянется. Это будет макро, 20 минут, ля-ля-ля, завозе и так далее. То есть если вы не супер, там, зерг, там, ну, хотя бы топ МЛ уровня, там, да, или даже не МЛ уровня, наказать за ранний пул, если вы, например, не знаете тайминг этого пула, да, то есть не владеете там супер микро, сложно. То есть нужно именно понимать, какой пул, сколько собак, как противник вложился в это, и чем его можно наказать. Тогда вы можете закончить игру быстро, именно с пулом до хаты, и выиграть ее. Вот. Здесь тема проще. Тема проще, поехали разбираться. Ну, сказано 6 собак у противника. Еще 2 собаки на экстре. У меня остается хата. То есть, понимаете, тайминг, да, уже есть наличие 6 собак у противника, делаются еще 2. У меня даже не заказан пул. Смотрим дальше. Вот у меня оверлорд видит, что бегут собаки. То есть все псы были спалены. Я, естественно, ставлю как можно раньше пул. Важный момент. Многие игроки, видя вот такой ранний пул, перестают строить дронов. Какие у них мысли, да? Блин, нафига мне строить дронов? Мне нужно, там, денег подсейвить, там, да, подсобак личинок подсейвить. То есть они вообще забывают. У них там начинается паника какая-то, дрожь. И все путается в голове. Главное при отбивании 6 пула это холодная голова. Это чистый разум. То есть что вы должны оценить первое? Какая у нас есть инфа? Во-первых, посмотреть, что это бежит. То есть не просто, что это какая-то там полосочка из собак, а что это собаки, но еще и почти все рабы. Ну, все рабы, да, реально все. Вот. То есть что это одна атака. Если мы ее отбили, или как-то мы ее зафлоутили, то все окей. Далее. С рабами. Как мы реагируем? Рабов мы перестаем строить на половине пула. То есть что нам нужно? Это 3 личинки к моменту достройки пула, чтобы загадать 6 собак с мейна. И, ну, личинка будет, естественно, у нас на натурале одна. То есть и 2 собаки с натурала. 8 собак в сумме. Для этого мы все-таки строим рабов. Опять же, когда нас подрезают, мы теряем рабов. Там, да, если даже мы все-таки отобьемся, но у нас не будет рабов или останется там один дрон, то мы можем все равно проиграть. Рабы будут жить, их будет больше, и просто это лишние деньги, которые мы не можем потратить. У нас будет банк большой, когда мы уедем. И лучше вложить его в дронов, чтобы они нам помогали. Смотрим. Строим дрона 1. Дрона 2. Вот. И здесь важный момент. Почему мы не строим оверлорда? Во-первых, пул ранний. То есть у нас нет... Если бы это был 7 пул или 8 пул, мы бы еще немножко подсобирали денег. Но так как пул 6, то есть как мы можем определить, какой пул по таймингу? То есть, во-первых, ну, это на самом деле довольно сложно. Но, возможно. То есть, собаку настроить 27 секунд. Ой, 24. 27 это руч. Вот. 24 у нас строится пёс. В принципе, 27-24 не особо важно. А... что мы знаем? То есть, пул надо устраиваться в минуту 46 примерно. Сейчас скажем более точно. минута 47. Минута 47. Окей. 47-48. Заказ на собаке через 24 секунды они выбегают. То есть, у нас получается плюс 24 секунды это 2-12. Где-то они секунд 15 бегут сюда. 2-25 они будут пробегать здесь. В этой точке соприкосновения с оверлордом. Смотрим. Да. Оббегает, но оверлорд немножко не успевает. А, и он еще, смотрите, он грамотно. Он знает, что у меня есть оверлорд. Он оверлорда оббегает. То есть, я еще и не видел того, что это. Но, хоть я не видел первую волну, но я вижу дотекание из двух псов. Вот оно. То есть, уже видели дотекание, я понимаю, что до него что-то было. То есть, вот такие ранние две собаки, но это странно. Странно, поэтому, скорее всего, это ранний пол. Вот. И далее у нас идет confirm. Или нет? Промелькнула тут точка. Вот, confirm у нас вот. Это приход. Итак, ну вообще, спалился человек на двух псах, которые побежали. Здесь, эта армия, он грамотно бежал, но, если с вами играет зерк не такой грамотный, как этот тут, чизер, то вы палите 28-29 вбегание собак овером. Понимаете, что это шестой пул, и просто не делаете овера. Если пул более поздний, там, например, 2.40 выбежали собаки, или в 2.50, там, да, или в 3 минуты, если десятый пул, то вы можете сделать овера, у вас будут деньги, чтобы у вас просто был лимит на, там, на квину еще можно подстроить, кстати. То есть у вас там больше денег, получается, откачано, вы можете заказать и овера, и квину, у вас будут деньги. Вот. То есть отбиваясь, теряясь, там, да, или контроля, там, дронов, псов, в какой-то момент у вас выйдет кюна и раздаст. Кюна, опять же, помогает хорошо отбивать плетку, она неплохо вытанковывает ее. ХП много, броня, и так далее. Вот. Мотаем дальше. Ну, человек к нам прибежал. Что мы знаем? Псы суперранние, дроны все, или почти все, то есть я на глаз, ну, что их 7, я тогда, если помню, не определил. Ну, примерно 5-6, ну, почти все. И что нам нужно делать? Нам не нужно драться. Мы понимаем, что это Аллин, у нас есть бабло на 10 собак, и что у него не будет дотекания. То есть это все, что к нам пришло. Мы просто можем уехать с базы, то есть почему уехать? Потому что псы на крипе жесткие, скорость высокая, гораздо выше, чем у дрона, и нас будут жрать. Поэтому просто уезжаем с крипан нафиг. Здесь мы видим, что нам грызут пул. В чем фишка? Фишка в том, что пока он грызет пул, мы можем грызть его сзади. Ну, то есть это одна из... Он грызается в пул, но, даже, насколько я помню, даже если ты совсем там быстро там влетался в пул, не теряя там почти ни секунды, ты все равно не успеешь его съесть. Но, важный момент, при убийстве пула, то есть он уже снял столько хп, ему хочется его догрызть, вылезут брудынги. Брудынги это те же самые 6 собак. Да, у них меньше хп на пятерочку, но ДПС такой же, абсолютно как у... Даже быстрее, у них 0.65 урон. Посмотрите, вот достраивается пул, успеваю заказать собак. Он не догрыз пул, что грамотно, но пока он грыз мне пул, я просто сзади съел его дронами и все. Но если бы он догрыз пул, то он бы еще и от брудынгов потерпел. Но даже без них он умер. Вот такая игра. Это был первый реплей. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Идем дальше. Итак, у нас вторая игра. Шла на 14 минут, но нам интересно именно начало. То есть, то, как нужно отбивать такую вот агрессию. С нами играет The Coolman, зерк синенький. И он играет 10-й пул. Причем делать это грамотно с разведкой. То есть, он убедился, что у меня хата 15-я. Поэтому он заказывает не рабов, а собак. То есть, опять же, зерк адекватный. Вот. Здесь, сценарий самый самый фиговый. То есть, хуже сценария для вас быть не может. То есть, рабов зерк берет больше. У него есть дотекание. Сейчас я покажу. Вот. С ровной цеплеткой я ее не палю. То есть, из-за того, что дрона я не спалил, в принципе, про то, что он делает ранний пул, до конца я не знал. Вот. Смотрите. Момент. Аверлорд соприкасается с псами взглядом 2.55 на полминуты почти позже, чем это было на Ахане. Опять же, различаем тайминг пула. Ну, почти третья минута, считайте, да, как я говорил. Бегут псы и море рабов. То есть, здесь я играл, насколько я помню, ночью или что-то такое было, что, ну, вот я здесь допустил ошибку, которую вы не должны допускать. Когда вы видите вот такой ранний пул, главная ваша задача, пока не выбежали псы, это мониторить базу как можно дольше, чтобы плетка не достроилась. Именно вот эта плетка, вот эта плетка, это самая главная точка опоры противника, то есть, даже от которой он может подкапываться, прикрывая плетку, и убивать вам хату, или хоразить вам экономику и так далее. То есть, если не будет плетки, вы просто можете укатиться с базы, вот как я делал, помните, на, на Ахане, на прошлой карте, дождаться псов и отбиться, не потеряв ни одну исхад. Вот. Плетка немного мешает. Поэтому катаемся дроном, тут же, как видим, вот такую вот тему, и плетку отменяем. Если она уже на такой стадии, наполовину, если бы вы сейчас ее спалили, вводится где-то 6-7 рабов. Если она только закладывается, то 3-4 дрона, чтобы не потерять минералов. То есть, там ресурсы критичные в такой ситуации. И не переусердствуйте с дронами. То есть, и не слишком мало, не слишком много. То есть, оцените стадию достройки, плетки. Достраивается? Больше. Только заложилось? Меньше. Ну, от 3 до 7 в среднем. Вот. Ну, то у противника 3 дрона на дотекание, все грамотно. Рабы, собаки едут. Смотрим. Прибежали псы. Есть плетка. Опять же, вкопалась плетка грамотно. То есть, она обстреливает все минеральные поля, стреляет пхать и так далее. Вариантов драться здесь, да, вот у вас нет. То есть, опять же, многие зерги, опять же, по опыту говорю, работают с такими зергами, у них начинается паника. Пока плетка копается, они пытаются подраться там, да, как-то, что-то, ну, что-то сделать. Но нужно просто заигнорить. Очередной раз просто уезжаем. То есть, здесь человек не подставляет свою пятую точку, как было на прошлой карте, когда он пул грыз. Он грамотно начинает грызть именно дронов, нанося на максимум дэмэджа. Заметьте, что мы знаем. Псы ушли. То есть, мы спокойно можем собрать эти кайны, то есть, нет тут собак, которые могут погрызть нас. Точку сбора ставим за минералы. Здесь можно поставить кину. То есть, в чем фишка? Мы видим, что у него три раба дома. У нас рабов дофига. Пятнадцать. У него, скорее всего, нет кины, потому что при такой экономике печальной, делать кину, ну, смысла не имеет. Большого. Вот. Мы делаем кину, у нас больше рабов, и если мы дождались псов, то с псами, с кивиной, и большим количеством рабов, мы легко отобьемся. И даже если мы потеряем мейн, вот на этой плетке, то есть, пока мы будем кататься кину, ждать, выйдет, умрет хата, то у нас будет великолепная экономика на второй базе. и потом со временем плетка сдохнет без скрипа, и все-таки мы мейн поставим. Вот пошла кина у меня. Опять же, в чем фишка, часть раулов у меня умирает при такой теме, поэтому овер нам не нужен. То есть, видите, что все время лимит есть, пока мы дронами катаемся. Вот теперь момент, собранные собаки, не получая дэмэджа, аккуратненько обходят плетку, и все соединиться с рабами. Рабы максимум времени катаются, офф крип, естественно, вне крипа. И вот теперь уже с псами соединившись, есть королева, все, считайте, мы отбились. То есть, что мы имеем? У нас рабов больше на одного, целого одного. И что самое главное, у нас есть кина. И еще более важное, мы еще не потеряли базу. То есть, плетки еще не успела нас убить. Но сейчас этой плетки быть не должно. То есть, это то же самое, но без плетки, если бы в начале не было этого фейла. Итак, что в своем остатке у нас есть? Собаки, куча собак, и всего лишь одна плетка. Почему бы ее не убить? Занимаемся. Он понимает, что с киной и рабами драться ему будет довольно тяжело, пытается оборонить плетку, но плетка умирает слишком быстро. Дальше умирают собаки. Все, вуаля, мы отбились. Все, такой набор действий. То есть, помним алгоритм действий. Увидели пул, проверили плетку. Ага, хорошо. Подзаказали рабов, если нужно овер, если у вас рабов перестроены, например, если вы сделали, например, 17 рабов. Ну, бывают такие игры, когда вы перестраиваете немножко. Окей, делаем овера. Далее собак. Если плетки нет, можно, да в принципе, и так и так, псов собираем в каком-то месте, рабами катаемся за пределами базы все это время, и с псами соединяемся, деремся. Профит. Очень просто. Вот такая игра. Идем дальше. И, наконец, третья игра будет против более-менее известного зерга, чтобы показать вам, что такие темы работают не только на американском GML, да, вот игры в PBMQ Alpha, это аккаунт с американского GML. Здесь мы играем против Dark Force, в принципе, относительно известного зерга с Европы. Посмотрим, как с ним это получится. В принципе, алгоритм действий у нас старый. Покататься рабами, дождаться псов, профит. Как и на Daybreak'е в прошлой игре. Десятый пул. Разведка, которая спалила. Опять же, момент, про который я не сказал. Если вы, как здесь я, палите дрона, вот дрон, это очень часто сигнал именно раннего пула. То есть, в чем фишка дрона? Дрон при десятом пуле, он палит, что у вас именно хата, что может зерк, противник, делать собак смело идти вас олынить. При более раннем пуле, шестом, седьмом, если карты, например, типа Антиги, типа Талдорима, Энтомта, где четыре респауна, этот дрон, во-первых, ваш респаун, во-вторых, он ставит плетку. То есть, на карте на четыре респа, особое внимание уделяется такой разведке. Если приезжает дрон, на карте на четыре респа, то очень часто это именно ранний пул. И мониторчить свою базу особенно тщательно. И вот здесь вот этой ошибки у меня вроде как не будет. То есть, видите, да, что дрон отъехал, ставит, и вот я проверяю. Опять же, вижу оверм тайминг 3.0.0, что выход идет с рабами. И здесь все мы проверяем, фиксим плетку. Вот. И что мы имеем? То же самое сценарий, как был и на дейбрейке, но плетки нет. То есть, нет точки опоры. Сейчас вы увидите, к чему это приведет. Также уезжаем дронами. И зерк точно так же бежит за нами. Пытаясь нанести как можно больше дэмэджа, понимая, что у нас вот это все, это экономика, это наша сила. И пока он бежит за нами, здесь заказаны псы. Но этими сами мы уже не прячемся от плетки, а мы будем ее убивать. Биваем плетку, возвращаем также рабов. И мы соединились. Наша армия, плюс псы, плюс дотекание, которое можно подождать. Торопиться, опять же, не нужно. Если вы не уверены в своих силах, дождитесь этих двух, ну, четырех лингов в сумме, да? Нафига куда-то лезть. Покатались, выбежали псы, деремся. Начал с нами подраться и проигрывает. Пишет ГГ, выходят. Это был револьвер. Отдевайтесь из ранних пулов и катайте хатозы ввз. И удачи вам. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова